Привет! Вы на канале СМИРУ ПО ФАКТУ. И это снова ВЕРСУС. Передача, в которой мы выясняем, на что способны какое-либо животное или насекомое в боях с различными противниками. И сегодня мы посмотрим, на что способны муравьи. Итак, поехали! Все мы с вами знаем, кто такие муравьи и как они выглядят. Каждый из вас видел их сотни раз. И это один из самых распространенных видов насекомых. Обитает повсеместно, кроме холодных уголков планеты, таких как Антарктида и Гренландия. Муравьи, которых вы привыкли видеть, безобидны и не представляют угрозы человеку. Наиболее опасные и крупные муравьи живут в тропиках. Возможно, вы уже слышали о таком муравье, как муравей-пуля. Его укус считается самым болезненным в мире. Прицепился к руке! Прицепился! Ты как? Мне очень плохо! Думал, тарантуловый ястреб сильнее! Его укус по ощущениям сравнивают с огнестрельным ранением. Причем боль будет длиться на протяжении суток, ни на минуту не уменьшаясь, и вызывая временный паралич укушенного места и почернение кожных покровов. Яд, выпускаемый в жертву, содержит мощнейший нейротоксин, который, собственно, и вызывает описанную боль и реакцию организма укушенного. Для здорового человека укус не смертелен, и по истечении суток мучения постепенно стихают. Но аллергики после этого могут не выжить из-за сильнейшей интоксикации яд. Боль от тарантулового ястреба уже бы стихла, а тут становится все хуже. Я не знаю, как переживу эти 24 часа. В лесах Амазонки есть племена индейцев, у которых существует очень мучительный обряд. Молодые юноши должны засунуть руки в специальные рукавицы, кишащие раздраженными муравьями пуля. Поль неимоверная. Как будто засунули руки в костер, и она будет продолжаться целые сутки, не утихая. Зато после обряда юноша становится полноценным мужчиной. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Хорошенько разозлить. Куда опаснее кочевые муравьи, которые постоянно мигрируют в поисках пищи. Они являются хищниками и уничтожают всех, кто встретится на их пути. Этому кузнечику не посчастливилось попасть этим муравьям. И пусть он гораздо больше их, но главная сила муравьев – это их количество. Они облепляют кузнечика со всех сторон и кусают. Убежать просто невозможно. Этого паука ждала такая же участь. Муравьи-кочевники не строят постоянных гнезд. Их оседлая фаза жизни длится не больше двух-трех недель. Передвигаются они днем. Для ночевки устраивают бивуап из собственных тел, в центре которого находится макль. Орда, проходящая около трех километров в день, не оставляет за собой ничего живого. Мощные мандибулы разделывают не только насекомых, но и мелких млекопитающих, а также птиц. Смотрите, как эти муравьи за несколько часов съели целую ящерицу, обуглодав ее до костей. Да и кости тоже утащили с собой. Семья, численность которой достигает нескольких миллионов, требует огромного количества пищи. Добыть ее на одном месте нереально. Поэтому насекомые постоянно мигрируют. Движение колонны насекомых похоже на бегущий ручей. Ее ширина от 30 сантиметров до метра. Длина до 45 метров. За сутки такая колонна способна убить до 50 тысяч насекомых и животных. С наступлением сумерек начинается строительство бивуака. Временное гнездо в форме шара и стел рабочих особей строится в укромном месте. Бивуак имеет несколько входов. Диаметр бивуака составляет около метра. Муравьи и кочевники в любом возрасте питаются исключительно мясной пищей. Для маленьких личинок охотники добывают пауков, гусениц, жуков, саранчу. Жертвы хищников становятся также птицы, устраивающие гнеты на земле. Мелкие беспозвоночные, такие как ящерицы, змеи, грызуны. Колония обчищает найденные трупы крупных животных, оставляя после себя только кости. Кочевые муравьи могут легко преодолевать даже водные препятствия, строя живые мосты. Их изобретательность иногда просто поражает. Посмотрите, какой они сделали мост, чтобы добраться до осиного гнезда. Этот мост состоит полностью из живых муравьев. Как вы уже поняли, муравьи могут уничтожить абсолютно всех, кто встал на их пути. А что если на их пути встанет кто-то, обладающий хорошей броней, например, краб? Как думаете, они справятся? Давайте посмотрим. У краба прочный панцирь, который муравьи прокусить не в состоянии. Но и у него есть слабые места, которые муравьи легко находят, и в итоге краб остается поверженным. Эти маленькие дьяволято даже змееныши не пощадили. Ладно, вы скажете, что это за змея размером с червяка? Конечно, этим муравьям не составит труда ее завалить. Но как вам вот эта змея? Посмотрите, она огромная. Но как же ей не повезло оказаться на пути этих маленьких монстров. Их численности с лихвой хватит даже на такую змею. Они облепляют ее так, как чувствуют угрозу для своего потомства и начинают свое грязное дело. В принципе, с армией муравьев все понятно. Они уничтожат любого за счет своей численности. А что если муравьев будет немного? Например, в этом видео их всего пять, и они напали на осу. Причем не всей толпой, а как-то поодиночке. Но все равно их мощи хватает, чтобы удержать осу, которая в несколько раз больше. Муравьи тянут ее за конечности, пытаясь оторвать. Кусает их, хотя перегрызть. И в итоге оса все же будет повержена. Муравьи не отступят. А вот в следующем видео бой один на один. Муравей бульдог против осы. Как видите, размер их одинаковый. Но мощь муравья гораздо выше. Он может поднять осу, как пушинку. А его мандибулы очень мощные. Они как клещник краба намертво хватают добычу. Ну что ж, на этом все. Думаю, видео получилось интересным, и вы много нового узнали о муравьях. Поддержите этот ролик лайком и поделитесь с друзьями в соцсетях. Если он хорошо зайдет, то я сделаю еще одну часть. Ведь я ничего не рассказал об огненных муравьях. А они одни из самых опасных. В комменты вы можете предложить новых героев для Версуса. Но я прощаюсь с вами ненадолго. До новых встреч, друзья. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok